но мне кажется сингапур город будущего это один из самых дорогих городов государств в мире мы сюда попали абсолютно без каких-либо оформлений виз для людей делились в отель и рис давай пробуй самом сердце сингапура но что скрывается за этой роскошью и красотой спасибо этим скамеечкам добро пожаловать в сингапур город где современность встречает богатое наследие а дождь придает магии этому потрясающему месту только вышли из самолета сразу досмотр прикольно как бы с одной стороны везде ковролин лежит и нам с последнего гейта получается 8 минут до паспортного контроля покушать и прозрачные лифты это плюс мы нашли простроили маршрут до нашего отеля и сейчас едем на автобусе а потом на метро надеюсь тут есть безналичный расчет но мне кажется сингапур город будущего так что далекого будущего так ли давайте посмотрим да 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 так пикнул очень красиво вот смотри сигнализирует говорит все вообще не понимаю для чего снаряжались потому что дождь идет но здесь везде по переходам крыши кстати мы сюда попали абсолютно без каких-либо оформлений виз ведь приезд сингапур до 96 часов абсолютно бесплатно лучшая система общественного транспорта во всем мире удобно а самое главное экологически чисто и что немаловажно люди встречающиеся в общественном транспорте безумно добрые женщина за нас сейчас заплатила два с половиной доллара местных до сингапурских за одного человека потому что карты мы не могли оплатить приобрели вот такую карту для метро 5 долларов местных малайзийских стоит прикладываем все то же самое плюс-минус как малайзии сингапур один из самых многонациональных городов мира известный своей безупречной инфраструктурой и безопасностью мы идем все это время просто под крышей посмотрите дорога для людей настоящая с крышей это очень классно прибыли в наш отель кейп-ин все ждут заселения походу после куау-лумпура после малайзии пока эффекта вау от сингапура у меня нету может быть потому что я еще не видел каких-то крутых достопримечательностей сейчас мы заселились в отель это вот у нас такой ресепшн зона ожидания у нас вообще заселение 3 как бы сказали то что постараются пораньше сейчас пол двенадцатого ты рада то что мы заселяемся раньше просто все свет есть да будет свет сказал электрик как бы обычный номер три звезды отлично мне нравится вполне себе ну а вы как считаете для трех звезд нормально но единственное по цене три ночи здесь четыре дня у нас получается вышло так же как 7 ночей 8 дней в куау-лумпуре но там был были прям лакшери апартаменты с видом на петро нас в чем в чем прикол в чем лучше разница я не понимаю здесь обычная большая кровать ни одной тумбочки нет просто как обычно в гостинице и гостиница окно окей в пол трещины на стенах пожалуйста ну это тройка до вся мебель пошарпана ну конечно сингапур это все-таки сингапур походу малайзия вообще недорого единственное единственное что в малайзии это нужно иметь свое жилье вот жилье свое есть малайзии все вообще можно жить не тужить потому что там круто у нас щеточка как есть шампунька все вообще отлично бумага вообще умотаться просто так одно полотенце у нас а это нужно нужно да вообще вот полотенце пожалуйста полный комплект до фен а точно смотрите ребят это кстати как в дубае холидей не помнишь лайк этому видео и комментарий внизу обязательно как вам вообще этот номер и стоит ли он этой суммы мне кажется стоит упомянуть тот факт что республика сингапур получила свою независимость лишь 1965 году от малайзии и по площади это небольшое государство занимает всего лишь 734 квадратных километра что сопоставимо с севастополем который это больше на 130 квадратных километров мы на футкорте местная еда 1 мега огромная столовая просто вокруг получается на втором этаже этого билдинга все вокруг в кафе все когда столько много разнообразия не знаю что выбрать покушать ну собственно ребят заказал себе поесть это получается утка и рис катя сейчас еще стоит в очереди потому что ее лавочку большая очередь она мне тоже возьмет ну то есть две порции я хотел утку единственно вот она 5 долларов стоит и рис 50 центов но сингапурских у них доллар сингапурский хотя хозяюшка вот принесла еще еды потому что я эту съел 11 за двоих долларов у меня опять пять пятьдесят давай пробуй главное чтобы сейчас все нормально было вкусно как в китайском ты еще и палочки взяла каком-то фильме двухтысячных китайском оказался правда я тогда смотрел звонки страшилки китайские сейчас мы тоже на одном из таких фудкортов оказались очень необычно и в принципе недорого в целом как считаешь да да единственное нужно оплачивать в основном наличными есть также безнал у некоторых но у некоторых только 281 стакан ну открывая мусорку выбросили я вообще не сторонник выбрасывать что-либо катя подтвердит я всегда все доедаю я всегда все допиваю но в этот раз это к сожалению я не знаю лед взял погрызть с водичкой со вкусом небольшим манго на острове ежедневно испытывается кратковременное проливание дождей которая освежает воздух и делает природу великолепной друзья мы в самом сердце сингапура это и страна это и город то есть такое небольшое государство это рафос плейс набережная сингапура конечно хотелось увидеть что-то невероятно но пока мы видим грязную воду сейчас кстати нам сказали что дождь он немножко капает он прекратится буквально там часа в три вот ждем еще часик но несмотря на свои размеры сингапур является одним из крупнейших транспортных узлов мира это у нас композиция где я тружусь видите передаю мешки с цементом чтобы попасть сингапур рома тебе нравится смотри какая красота это мост андерсон с видом на отель виде корабля комплекс марина бэйсэнс символ сингапура символизирующий роскошь и современность но что скрывается за этой роскошью и красотой сингапур это один из самых дорогих городов государств в мире этот город часто называют городом льва из-за его богатой процветающей экономики за последние годы сингапур перетерпел значительные изменения в своей экономике и стал одним из самых развитых и процветающих городов мира но в то же время высокий уровень жизни доступность образования медицины жилья и питания требуют значительных затрат а цены на недвижимость зашкаливают ведь двухкомнатная квартира может стоить сотни тысяч долларов кроме того действует подоходный налог который составляет 22 процента от заработной платы тем не менее сингапур все еще привлекает множество иностранных граждан благодаря своей развитой экономике хорошей инфраструктуре и высокому уровню жизни продается местная крошка картошка только виде батата что еще тут есть вкусненького пойдемте посмотрим это коконат можно пить и есть тоже разные фруктики джуус смузи может мы фруктиков хотим ладно нет не хотим вишня о это для ромы смотрите мороженое из дуриана ему так понравился дуриан он попробует его на бали ему понравился шоколад из дуриана он был в восторге черешня вишня продается бананчики каштаны продаются фрукты снеки все вот так ребят мы прогулялись сейчас здесь по этой локации по марине бэй начался ливень затянуло просто все я не припоминаю когда последний раз такое видел но по ходу это надолго но есть время посмотреть по выбирать еще локации какие мы не посетили в любом случае мы советуем именно вот эту центральную часть посещать потому что все основные достопримечательности они находятся именно здесь ну и там может быть еще на остров съездить и так далее но в плане того что говорят сингапур это город далекого будущего и страна в том числе далекого будущего я наверное не знаю может быть она и будущем так будет но на сегодняшний день я увидел только то что как будто бы не пятьдесят восемь лет этому городу и стране да а как будто бы лет так 150 спасибо этим скамеечкам полежали это после дороги чуть-чуть устали немножко поглядели на дождик идем дальше гулять люди уже да тут тоже под рассосались дождь успокоился небольшой идет но он прям затяжной уже час наверное дольёв цены здесь конечно вау просто 24 от двадцати четырех до семидесяти четырех брауни который мы ели в Индии везде 13 долларов тут а там мы кушали за 13 дирхан наверно короче в 10 раз цены выше но не в 10 но как минимум 5 заглянули на чашечку чая местного с традиционным кейком гуляем под дождем перед каждой поездкой в другую страну мы тщательно изучаем информацию о множестве достопримечательностей которые стоит посетить и одной из таких достопримечательностей в сингапуре является фонтан богатства но к сожалению придя к этому фонтану мы слегка разочаровались ведь подойти к нему было невозможно оно не стоит на самом деле потраченного времени ведь в сингапуре еще очень много достопримечательностей на которые действительно стоит уделить свое время шли мы уже домой и я заметила вывеску с интересными десертами и мы решили зайти попробовать вот такой вот мишка стоил 9 и 8 долларов 9 долларов 8 центов посмотрите какой он прикольный в ванночке так красиво оформлен такая красивая подача но интересно вкусно ли он делайте ваши ставки вкусно или нет я если честно не знаю что это из чего это вообще десерт это закуска основное блюдо реально не знаю может это вообще печенка курицы короче давайте пробовать ну выглядит если честно не очень мне кажется это фасоль ром вот красная да по моему фасоль я права ингредиент номер два какая-то желейная хрень ингредиент номер три оранжевая оранжевая желейная хрень попробуем же самого медведя интересно и с чего же он господи как они едят все это я не понимаю просто какие-то шарики есть попробуем беленькое это кокосовое молоко еще что-то желейное так ну что откусывая медведя но по-моему он замороженный потому что я не могу его даже надломить за что мы дали 10 долларов рома за красивые а ну-ка поставили лайк быстро и даже уже здесь здорово какой лед ледяной хотели бы вот такой попробовать в комментариях фасоль отличная пробуй ну давайте рискнем я просто загребу вот это вот все да я прям все вот это вот желе тут фасоль кокосовое молоко разного цвета красители соответственно тоже простите меня но вот это вот фигня 10 вот это вот 10 баксов это вот штука ну ну честно хрень полно а не стоит того тут просто фасоль тут просто желе и я не знаю чисто за ванночку что они в ванночке подают ледяного медведя это просто лед да тут люди сидят они вот тоже что-то хлебают из каких-то там кружечек пьют какие-то непонятные соки я не знаю смузи тут какие-то шарики фрукт вроде кстати манга манга урана хоть что-то хоть что-то реально хоть что-то попалось удобно в общем я не знаю на катюша кушай здесь в принципе друзья есть выбор смотрите можно выбрать допустим классический чиз это получается просто как бы хлеб с начинкой сверху да то есть колбаски сыр ну такие вот десертики всякие разные необычные якобы не знаю ну это это какой-то жесть просто 980 10 баксов практически но фасоль вообще в десерте мне кажется это прям перебор необычное место оставляем локацию вот здесь вот где-нибудь вот вот сюда вот ставлю локацию можете посетить хорошее место красивая по крайней мере точно и для инстаграма я думаю катя очень много похвастается своим крутым десертом да вот так вот это все выглядит сейчас мы просто на автобусе доехали от нужной нам остановки до прямо до отеля то есть нам всего лишь дорогу перейти мы в отель стоила это поездка с одного человека два доллара сингапурских второй день делаем свои вещи мы уже влюбились в сингапур безумно что можно привезти традиционного из сингапура и подарить своих близких а восточно азиатском фильме вау какой он узкий и прикольный вот немножко подшатывается вот